В США еще один трагичный случай, связанный с усыновлением российского ребенка. Это история трехлетнего Максима Кузьмина. 21 января мальчика не стало, но все это время в приемной семье смерть объясняли несчастным случаем. Экспертиза показала повреждение внутренних органов, головы и ног. Есть также информация, что Максима долгое время кормили препаратами, которые обычно дают взрослым пациентам-шизофреникам. Проверку уже начал Следственный комитет. Подключиться обещала прокуратура штата Техас, где все и произошло. Многочисленные побои и повреждения телесные были обнаружены на теле мальчика после проведения патологоанатомического исследования. И у него все ручки, ножки, в синяках, в ссадинах, голова в ссадинах. При вскрытии было установлено, что брюшная полость и многие органы повреждены именно в результате многочисленных ударов. Не секрет, что американские семьи, берущие на попечение российских или других иностранных сирот, получают ощутимые налоговые льготы. Но обвинять в корысти всех нельзя. Ведь в большинстве случаев заокеанские усыновители действительно желают приемным детям счастья и становятся для них настоящими мамой и папой. В прокуратуре Техаса уже заявили, что готовы сотрудничать с российскими следователями и предоставить всю необходимую информацию. Но даже если вина приемной матери Максима Кузьмина будет доказана, вопросы останутся. Слишком часто родители получают за убийство совершенно символические наказания.